МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Украине". В эфире подробности обо всех главных событиях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В плену у пенсии. Кто не досчитался денег в этом месяце? Статус свидетеля. По каким статьям СБУ допрашивает Симоненко? Сбой программы. Куда не доехали ночные волки? Украина будет судиться с Россией за Крым. Материалы об аннексии полуострова уже готовы для передачи в Гаагский трибунал. До конца недели ГПУ отправит документы правительству, после чего они должны быть переданы в суд. Решение о возбуждении дела будет принимать прокурор Международного трибунала. Об этом сегодня заявил замгенпрокурор Виталий Касько в Киеве на весьма представительской международной конференции. Силовики, правоохранители и европейские политики говорили о возвращении активов чиновников режима Януковича. Заявления звучали обескураживающе. Сколько вернули, сколько не вернули, а главное, почему? Подробнее Ольга Теребинская. 5 тысяч 14 гривен 5 копеек. Именно такая сумма из коррупционных активов уже поступила в казну. А по планам правительства Яценюка вернуть за год должны полтора миллиарда гривен. В общем, пока сотые, если не тысячные процента. В ГПУ же говорят, за год они все-таки сделали немало. Например, создали институт заочного осуждения. И объявили о подозрении 14 экс-чиновникам из санкционного списка ЕС. Правда, до сих пор не решили, что предъявить, например, Лукаши Табачнику. А еще объяснили, почему до сих пор не нашли зарубежных счетов Януковича. За попереднюю информацию, Янукович старший, про которого шлася мова, не мав звички сберегать кошти безготевковой кухни. Но сложно представить, как же Янукович забирал награбленные миллиарды. Наличкой. Это же пара-тройка КАМАЗов. История побега становится просто фантастической. Бывший легитимный направляется в Крым. По дорогам полуострова мчатся фуры с долларами. И вот он, российский десантный катер, на котором Янукович и тонны денег. Всего же, по данным ГПУ, за время правления Януковича, через банковскую систему Украины вывели около 140 миллиардов гривен. А подозрительных финансовых операций только в прошлом году провели на 300 миллиардов. Что же мешает вернуть деньги? Искать активы задача и новосозданного антикоррупционного бюро. Но пока у него ни офиса, ни персонала. Обещают справиться к середине лета. И приступить к работе. А западные партнеры советуют поторопиться и усилить борьбу с коррупцией. И прошлой, и нынешней. Главная задача Украины сейчас остановить коррупцию. Если она это сделает, то будет продолжать получать помощь от европейских доноров и всех остальных. А если нет, то эта помощь прекратится. Есть проблемы и с поиском чиновников времен Януковича. Например, сегодня стало известно, что Интерпол отказал в международном розыске экс-секретаря совбеза Андрея Клюева. А в украинском бюро Интерпола нам по телефону объяснили. Сам отказ пришел еще в январе. По словам главы бюро Василия Неволи, обвинение, выдвинутое Клюеву, связано со сменой власти в стране. А вмешательство в политические дела запрещено уставом Интерпола. Ольга Теребинская, Игорь Сулий. Подробности. Телеканал Интер. А сейчас о ситуации в зоне АТО. Боевики усилили обстрелы на Донецком направлении. Как защищаются наши бойцы? И кто помогает жителям оккупированных городов и сел? Подробности у Ирины Баглай. Пригород Донецка. Поселок опытный, а боевики не щадят. Повсюду разрушены дома, а обстрелы не прекращаются. Те, кто остался здесь жить, уже забыли, что такое цивилизация. Большинство старики почти год не получали пенсию. А если бы деньги и были, потратить их негде. Выживают благодаря соседству с украинскими военными. Солдаты хлеба приносили, макароней, крупы приносили. Спасибо им за это, конечно, спасибо. Накануне от прямого попадания вражеской мины со стороны аэропорта погиб командир этой крайней позиции. Один боец получил ранение. Вот такое перемирие. СПГ, 80-120, ну и крупнокалиберные все пулеметы. До беспредела неприятно. А то, что неприятно, потому что их артиллерия работает, а наша молчит. Обстановка, наоборот, заострилась. Вот они начали сильнее обстрелы работать, с тяжелого. Ну, тримаемся. И будем триматься. Не дочекаться. Не отступить и не впасть в отчаяние. Здесь на передовой нашим бойцам помогают капелланы. Военные священники. Они же полевые психологи. И самое главное, это сохранить его состояние, не ожесточение сердца, чтобы он оставился просто человеком. Мы понимаем, какие-никакие. Там тоже есть люди. Я молился во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Помолившись, наши солдаты занимают позиции. Надеются на тишину, но знают, противник готовится к атаке. Подтянул тяжелую технику. Передвижение техники замещаем. В основном гаубицы, танки, шум танков, со стороны аэропорта. Это почти каждое утро, каждый день. Вражеский арсенал пополнили и самоходки Ноны. О них здесь не слышали со времен освобождения Славянска. В последние дни боевики начали бить и из них. Вверху взрывался. Такой щелчок, потом взрыв и черный дым. А куда шел, сюда не достали. Вот здесь рядом. У нас постульный ронатомет. И все. И все, и автоматы. Эту неделю противник будто озверел, говорят бойцы. Подтянул артиллерию к аэропорту и открыто выводит на взлетные полосы гаубицы. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Василий Сачук. Подробности телеканал Интер. Ирина Баглай сейчас с нами на связи. Ира, здравствуй. Скажи, как обстановка? Здравствуй, Наташ. Артиллерия боевиков сегодня накрывала огнем позицию украинской армии в районе аэропорта целый день. Обстрел противник ведет и сейчас из-за орудий запрещенного калибра. Вечером на взлетную полосу аэропорта, которую контролирует противник, выдвинулись два танка и ударили в район поселка Спартак. Там также находится укрепрайон незаконной вооруженной группировки Сомали. А вчера в этом же районе у боевиков произошел взрыв. По всей видимости, сдетонировал боекомплект. На открытые атаки боевики не идут. Проводят разведку боем и пытаются заходить диверсионными группами. Что касается Луганского региона, сегодня там было относительно тихо. В районе села Троицкого боевики сегодня продемонстрировали, так сказать, силу. Выстроили танковый взвод напротив позиции сил АТО, но огонь не открывали. Наташа, пока что это вся информация. Спасибо, Ира. Ирина Баглай из Донецкой области была с нами на связи. Он ходит на допрос, а его подчиненные продолжают антиукраинскую деятельность. Служба безопасности Украины сегодня снова допрашивала лидера КПУ Петра Симоненко. Все подробности у Максима Кошелева. Петр Симоненко снова на допросе. Главного украинского коммуниста вызвали на повторную беседу к следователю сюда, в СБУ, на 10 часов утра. Он прибыл примерно за 5 минут до назначенного времени и первым делом подошел к журналистам. Уверен, что подозрения в отношении его и его соратников в том, что они могут быть причастны к сепаратизму или даже терроризму, беспочвены. Симоненко убежден, что все эти допросы и уголовные дела якобы инициированы для того, чтобы выбить его из политического поля. С каждым днем возбуждается все большее количество уголовных дел против коммунистов только с одной целью. Сформировать у общества представление, что Компартия это внутренний враг. А вот в СБУ заявляют, у них более чем достаточно оснований подозревать коммунистов в причастности к сепаратизму. Например, сегодня в Днепропетровске была задержана целая организованная группа. И снова за ней стоят коммунисты. Викрита чергова мережа сепаратистов, которые создали фейковые громадские рухи, одноденки и закупали технику. И сейчас, в часу обшуки, все они прибычники Коммунистической партии. Сейчас Петр Симоненко находится в статусе свидетеля. По каким конкретно статьям его допрашивают в СБУ, не озвучивают, ссылаясь на тайну следствия. Сам Симоненко тоже не говорит, ссылаясь на то, что подписывал определенные бумаги о неразглашении. Максим Кожелев, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. В Одессе продолжился суд по делу об уличных беспорядках 2 мая прошлого года, которые привели к трагедии в Доме профсоюзов. Насколько продвинулся этот процесс, подробнее Андрей Анастасов. 2 мая 2014-го. Центр Одессы. События только начинают разворачиваться. И почти сразу 6 погибших в уличных беспорядках. На скамье подсудимых 20 человек. Якобы пророссийские радикалы. Именно их прокуратура обвиняет в активном участии в массовых потасовках. Сегодня суд предложил перейти к рассмотрению дела по сути. Но вмешались адвокаты. Мол, нарушена процедура. Суд должен был в первую очередь рассмотреть возможность принятия данного обвинительного акта. Либо возможность его вернуть. Если в нем присутствуют нарушения, недоработки и тому подобное. А нарушений, по мнению адвокатов и самих обвиняемых, масса. Главное не указано, в чем конкретно обвиняются подсудимые. Прокуратура, дескать, описала только их политическую позицию, а не фактические обстоятельства того дня. Единственное, чего тут не хватило, это от прямого указания Путина, которое подходило. Ты же там был. Так извините меня, там было несколько тысяч человек. Давайте всех их закроем. Представитель прокуратуры парирует, обвинительный акт составлен верно, а адвокаты, по его мнению, просто-напросто затягивают процесс, потому что не определились с единой линией защиты. Плюс им нужна шумиха в прессе. Такого же мнения и активисты Евромайдана, которые следят за процессом. По умолчанию предполагают обвинения в избиении, в действиях, в всевозможных агрессивных действиях и тому подобное. В итоге, после двухчасового обсуждения, коллегия судей постановила. Конкретика все же нужна. Виновный акт с додатками по криминальному проважению на основе РДР. Повернуть прокурору Генеральной прокуратуры Украины для усунения выявленных недолеков. Напомню, жертвами беспорядков в Одессе 2 мая прошлого года стали 48 человек. Большинство из них погибли при пожаре в Доме профсоюзов. В конце этой недели будет годовщина трагедии. Во избежание провокаций в городе усиливаются меры безопасности. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер Одесса. Надежду Савченко завтра переводят из СИЗО в 20-ю городскую больницу Москвы. Об этом сообщил ее адвокат Марк Фейгин. В своем твиттере он опубликовал письмо Савченко, в котором она рассказала о резком ухудшении здоровья. Последние три дня Надя снова ничего не ест и только пьет воду. Евросоюз может продлить санкции против России уже в июне. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Сегодня она в Варшаве провела совместную пресс-конференцию с польским премьером Эвой Ковач. Меркель напомнила, что ЕС еще в марте решил, что снятие либо продление санкций зависит от выполнения России минских договоренностей. Мы рассмотрим вопрос о санкциях в июне. И основываясь на совместном политическом решении, принятом в марте, думаю, санкции будут продлены. А немецкие документалисты провели новое журналистское расследование катастрофы Боинга малайзийских авиалиний «Рейс смерти». Так называется лента, ее премьера сегодня поздно вечером. Каким выводом пришли документалисты, знает Татьяна Лагунова. Документальный фильм «Рейс смерти» будет показан в эфире крупнейшего немецкого канала АРД сегодня поздно вечером. Это премьера. Но еще утром полную версию выложили на сайте телекомпании. Ее могут посмотреть все желающие. Журналисты провели впечатляющее расследование. Пообщались с родственниками погибших, политиками и экспертами из Нидерландов, Малайзии, Украины, Германии и Великобритании. А также с очевидцами трагедии. Проанализировали все версии и даже самое невероятное фото и видеоматериалы. И пришли к такому выводу. Боинг малайзийских авиалиний, скорее всего, был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук». С территорий, который контролировали сепаратисты. Сам ЗРК и экипаж, судя по всему, прибыли с территорий России. Украинские военные, как это любит утверждать российская пропаганда, к катастрофе не причастны. Есть в фильме также и камень в огород Украины за то, что полностью не закрыло воздушное пространство и Германии. Авторы ленты выяснили, немецкие власти знали о том, что полеты в этом регионе могут быть опасны. За несколько дней до трагедии МИД Украины проинформировал послов об обстреле украинского военно-транспортного самолета Ан-26. Дипломаты передали эту информацию в Берлин. О возможной угрозе для гражданских рейсов предупреждали и немецкие спецслужбы. Но власти Германии не сообщили своим авиакомпаниям. В день, когда был сбит боинг малайзийских авиалиний, над этой же территорией пролетели три лайнера «Люфтганзы». Один из них за 20 минут до малайзийского боинга. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникейенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». Саммит больших ожиданий и абсолютно неудовлетворенных амбиций. Европейские лидеры в Киеве о чем говорили, что обещали и к чему пришли. Елена Зорина подробнее. Разговор о реформах, деньгах, визах и миротворцах. Впервые за два года в Киеве проходит саммит Украина-ЕС. Главная площадка для дискуссий европейских лидеров и украинской власти здесь. На банковой в администрации главы государства. Президенты Европейского совета и Еврокомиссии приезжают ближе к обеду. Еще один важный гость, представитель по вопросам международной политики ЕС Федерико Маггерини, в последний момент свой визит отменила. Официально из-за встречи с генсеком ООН. Сначала с украинским лидером говорят с глазу на глаз. О чем не ясно. После обеда официальная часть саммита. К журналистам выходят ближе к вечеру с 40-минутным опозданием. Европейцы, да и украинские политики говорят, без реформ ничего не получится. Очень важно это проведение реформ, борьба с коррупцией. Если вы хотите жить в лучшей Украине и в европейской семье, должны избавиться от коррупции. Это очень важный момент не только для Украины, но и для европейцев. Мы не сделали достаточно домашней работы, мы не соответствуем тем критериям. Украина не соответствует, к сожалению, тем критериям, которые необходимы для того, чтобы люди могли ездить без виз в Европу. От вопроса о безвизовом режиме и перспективах членства европейцы плавно уходят без конкретных дат, оставляет его и украинский президент. Действительная Украина работа будет на належном уровне оценена Европейской комиссией и государствами ЕС. 12 травня оценочной миссии провести необходимые консультации, сформировать вычерпный перелик кроков, которые Украина должна сделать до конца года, чтобы в ближайшее время запровадить безвизовый режим с Евросоюзом. Дали ответы по действиям России. Агрессию Кремля по результатам саммита осудили. Но вот от миротворческой миссии на Востоке открестились. Мол, в Европе этот вопрос пока даже не обсуждают. Невозможно отправить военную миссию. Сегодня мы можем говорить только о гражданской оценочной миссии, а не о военной. Напоследок европейцы говорят, Украину считают частью Европы, но европейским государством так и не назвали. Но будет ли поддержка ее европейских устремлений в конце мая, на саммите «Восточное партнерство» в Риге не уточняют. Вы должны меня услышать. Украина – это часть европейской семьи. Не африканской, никакой другой, а только европейской. На этом политическая часть саммита сегодня закончилась. Это открытый, откровенный диалог. Это очень важно. С украинской стороны были сделаны достаточно амбициозные заявления. Многие из них мы, как оппозиционный блок, поддерживаем, разделяем. Мы готовы поддерживать их в парламенте. Мы готовы делать все для того, чтобы Украина становилась современным европейским государством. Завтра начнется экономическая часть под названием «Международная конференция в поддержку Украины». Чего стоят реформы правительства и на какую финансовую поддержку Киев может рассчитывать. Дальше начнут говорить прямо с утра. Ожидается, что участвовать в мероприятии будут более четырех сотен гостей. Елена Азурина, Владимир Самченко, подробности телеканал Интер. И к слову о правительственных реформах, точнее новом пенсионном налоге для работающих пенсионеров. Кто стал его заложником и почему? Подробнее Елена Митясова. Я получаю СМС-ку на телефон. У меня телефон выпал из рук. Я не могла прийти в себя и не могу понять, что это такое, что за пенсия. Одним махом минус 1100 гривен из семейного бюджета. Это 500 с нее и 600 с работающего супруга пенсионера, говорит Инна Сарыльская. Она уже два года, как на законном отдыхе. Частное предприятие закрыло, налоги все уплатило. Мы начали звонить в пенсионный фонд. Но ведь там же сидят не люди. Идите добывайте справки и бросают трубки. Я хочу, чтобы Яценюк сел на мое место и прожил на 3000 в месяц со всей своей большой семьей. Потоньше кошелек стал в этом месяце и у семьи Мудрых. У неработающего Евгения Петровича тоже сняли 15%. Пенсия – их единственный доход. От детей помощи нет, говорят, еле сводят концы с концами. В союзе ветеранов одного из районов Киева уже неделю принимают жалобы от пенсионеров. Под одну гребенку с работающими, говорят, здесь попали многие, даже те, у кого самый минимум. А кому это нравится? Заработана, так сказать, потом и кровью эта пенсия. И не у каждого уже очень большая. Как же так получилось? Ошибка это или подводные камни нового законодательства? В пенсионном фонде все объяснили техническими неполадками. Выплаты произвели по старым данным. По всех этих людях, яких, еще раз подкреслю, с техничных причин было неверно отримано, обмежено выплату пенсии, уже в травне будет повернута належная им сумма пенсии, которую они не отримали в квитне. Доводить, сколько там человек не работает, не нужно. А вот политологи, несуразицы с пенсиями, увидели другой подтекст. Для руководства правительства пенсионеры – это такой себе отработанный материал. Это материал для сомнительных социальных экспериментов. По подсчетам пенсионного фонда, пострадавших пенсионеров около 20 тысяч и большинство киевляне. Елена Митясова, Иван Ермаков, Сергей Коваль. Подробности – Телеканал Интер. Вперед в прошлое. Депутаты Законодательного собрания Петербурга предлагают наказывать за тунеядство. Как в советские времена. О современных трендах российского общества и казусах российской пропаганды. Наш Сапкор в Москве. Данил Русаков. Целая петиция, адресованная исполняющему обязанности губернатора Кубани, стала ответом на административный арест для местных танцовщиц. Неравнодушные граждане просят смягчить наказание. 15 суток, по их мнению, это чересчур. А приверженцы духовных скреп, напротив, жаждут продолжения банкета. Девушки, скажите, а вы считаете нормальным танцевать полуголыми под пошлую песню на костях своих же дедушек? Вы хотели прославить наш город, показывая свои телеса на фоне героев, которые отдали жизнь за ваше мирное небо над головой? Свой праведный гнев представительница возмущенной общественности выплеснула прямо на месте выступления девушек. Записала на видео. Но увидят ли кадры девушки в приемнике для административно арестованных, неизвестно. Интернетом пользоваться там запрещено. Последствия творческого номера некоторые уже сравнивают со скандальным процессом над Пуссерайт. Но до уголовного преследования пока не дошло. Мемориал в Новороссийске на Малой Земле место и вправду знаковое. Именно там, по утверждениям советских историков, воевал дорогой Леонид Ильич Брежнев. А после его прихода к власти городу оперативно выдали звание героя. Ну это уклон просто все большее безумие, действительно. В рамках вот этой концепции духовных скреп, вот этого там безумной российской глубокой духовности, о которой сейчас мы везде слышим. Вот абсолютно очевидный перекос. Еще одни патриоты из мотоклуба «Ночные волки», те, что во все услышания заявили о так называемом пробеге на Берлин, никуда уже точно не едут. Их развернули на польском погранпункте Тересполь. Очевидцы сообщают, десятерых мотоциклистов с пристрастием досматривали целых три часа. А потом отправили обратно в Брест. Примечательно, что руководитель этого объединения по кличке Хирург ехать в этот тур накануне отказался. Неужто предвидел что-то неладное? А федеральные СМИ тем временем все рассказывали об удачном, реализованном проекте. Эдакой задумке сказали «Ночные волки» уже в Польше. Даже цветы возложили у Катынского монумента. Правда, это эпохальная заметка, долго не прожила. Сайта одной из телекомпаний ее быстро удалили. И теперь для многих вопрос, посадит ли редакторов за сепаратизм. Ведь попытка, пусть и виртуальное возвращение Смоленской области, Польши, это прямо какое-то форменное издевательство над многострадальными духовными скрепами. Данила Русагова, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал «Интер». И ответ на пропаганду конгрессмены США видят в российских СМИ, вещающих на Запад, одну из главных угроз национальной безопасности. Что могут противопоставить американцы, выяснял мой коллега Дмитрий Еловский. Пора вернуться к методам ведения холодной войны. Такой термин в американском парламенте стали в последнее время использовать все чаще и чаще. Сложная и обширная сеть российской пропаганды многих на Капитолии заставила подумать, а что мы можем сделать в международном информационном пространстве для того, чтобы противостоять многочисленным фейкам и вбросам россиян. Выяснилось почти ничего. У российской пропаганды есть потенциал для дестабилизации в странах НАТО, и она может существенно повлиять на систему нашей безопасности, особенно если говорить о Балтийском регионе. Наиболее мощный рупор Кремля в Европе, по словам конгрессмена, это телеканал RT. В некоторые сообщения этого СМИ, конечно, сложно поверить, но все равно они появляются в информационном поле и очень часто получается так, что они искажают картину. Этот телеканал полностью датируется российским бюджетом. У американцев, конечно, есть и свои государственные СМИ, например, Тодж-Гоус Америки, но эффект от них в последнее время только уменьшается. Многим зрителям больше нравятся теории заговоров россиян, которые еще и обернуты в яркую упаковку. Да и работа их в основном направлена на страны Азии. Про Европу в Америке почему-то забыли, хотя именно в этом как никогда сильны российские СМИ. Тут снова важны балтийские государства, ведь их жители очень часто смотрят именно про кремлевские телеканалы и становятся легкой добычей для российских пропагандистов. Выход здесь только один – предупустить свою собственную американскую пропагандистскую машину, которая бездействовала еще с 80-х годов прошлого века. Но на перезапуск нужны деньги. Так что пока Москва с удовольствием тратит миллионы долларов налогоплательщиков на свои гос.СМИ, американцы продолжают считать расходы и сомневаться. Дмитрий Уловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Мы продолжаем. И вот что у нас во второй части. Еще одно землетрясение в Непале. Чего боятся сейсмологи? Красная книга не помеха. Кто стоит за вырубкой закарпатского леса? Я хочу, чтобы трансгендеры не считались отклонением от нормы. И буду продвигать эту идею. Появится ли в британском парламенте трансгендер? Денежные леса. В Черновицкой области лес вырубают не краснее. Кто зарабатывает, а кто крышует? Прибыльный бизнес выясняла Ольга Поломарюк. Пни, срубленные ветки, разбросанные вокруг кора и целые прогалины посреди леса. Это до лишнего шепотское лесничество. Одно из самых больших в Вижницком районе. Активисты наведываются сюда часто. Говорят, лес воруют вагонами. Выбирается наикраще. Выбирается деловой лес. Все, что ему негодно, не потребно, просто выкидывается. Активисты говорят, лес можно рубить, но только в санитарных целях. Убирать сухостой, больные или сожженные во время пожаров деревья. На самом же деле их уничтожают сотнями. И даже те, которые внесены в Красную книгу. Вот эти пеньки мы случайно нашли высоко в горах. Специально присыпаны горой отходов. Это все, что осталось от лиственниц, которые очень редко встречаются в местных лесах. Куб карпатского кедра стоит 500 долларов. На все можно хорошо заработать. Заодно такое дерево можно выручить без малого полторы тысячи долларов. Кто на этом зарабатывает, мы попытались узнать у мастера леса. Но говорить с нами, он отказался. Занят. Я еду, нужно в дерево. Красное дерево высоко ценится за границей. Бревна вагонами отправляют в Румынию, Италию, Испанию. Дерево не чипованное. Посмотрите, со всех сторон сняли. Такое творится каждый день. Минимум 150 вагонов выходит за границу. В вагонах есть сорта деревьев, которые в документах не указаны. То есть произвол полный. В областном управлении лесного хозяйства о том, что творится в лесах, не знают. Уверяют, все вырубки исключительно санитарные и законные. Головный лесничий мне отзвонился, сказал, что это все в законном порядке проводится. А на счет того, что вы пришли и увидели то, что делянка разрубляется, что много порубковых решеток, это вырубочный процесс. В отличие от чиновников, активисты насобирали целые папки документов, доказывающих, что рубят лес незаконно. Правоохранители, которые давно должны были бы заинтересоваться вырубкой леса, что-либо делать не торопятся. Только в который раз пообещали создать комиссию и разобраться на месте. Но общественники не верят в это и уже подготовили заявления в СБУ, Минэкологии и Антикоррупционный комитет. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер Черновицкая область. С 1 мая правительство обещает упрощенный порядок начисления субсидий. На них могут претендовать 3,5 миллиона семей. Но вот оформят ли здесь пока больше вопросов, чем ответов? Хитросплетение сегодня изучали и нардепы, и чиновники, и наша Ирина Романова. Подорожание коммуналки заставило взяться за калькулятор и ручку даже нардепов. Оказывается, и они претендуют на субсидии. У нас 1 апреля забрали у депутатов 100% пенсии. И заработная плата осталась 6 тысяч гривен. Но рассчитывать на госпомощь, во всяком случае, пока не могут. В справке о доходах придется указывать ту зарплату и пенсию, которую получали последний год. А это в несколько раз больше, чем станут начислять с апреля. Но это же не только относится народного депутата. Про отделы субсидий уже массовые идут люди. Несут заявление и декларация о доходах, которые последнюю неделю получают вместе с платежками. Кто же будет иметь право на субсидии с 1 апреля? Пока так и непонятно. В постановлении Кабмина ответов на многие вопросы нет. И один из них – что, если человек указал неверную сумму дохода? То есть, если громадянин вказал вид дохода, но, как в вашем случае, вы привели случай, помылился на 20, 30, 50, 100 гривен, будет действительно перерахунок и не накладывается штраф. Надание раньше призначенной субсидии прекращается. Если громадянин приховал или свидетельно подал недостоверные данные. Но кто будет определять, ошибка это или злой умысел? И еще один вопрос – что делать сельским жителям, торгующим тем, что вырастили птицы и скотом? Шансы получить субсидию теперь у них минимальны. Они написали, что если вы имеете доход от удовольствия художника птиц и других животных, вам не назначаются субсидии. И поэтому вы сразу все, что все, кто живет на селе, вы их выкинули субсидией. Без субсидии могут остаться переселенцы, безработные, арендаторы жилья, бойцы АТО и те, у кого висят долги по зарплате. Это 200 тысяч людей, которым нарахована заработная плата, но не выплачена. Примерно 30 тысяч у нас уже участники боевых действий. На картке им зараховывают благодейные внески, которые касаются протезирования, лекарства. Как с ними будет? На протяжении дня мы работаем более досконечный механизм жильевых субсидий. То есть минимум месяц, а то и больше, многие из тех, кому положена субсидия, получать ее не смогут. И не исключено, что вообще не будут платить за жилье. В отличие от тарифов, скачущих как гепард, зарплаты ползут вверх, как черепаха на этой фотожабе, которая на днях появилась в соцсетях. Ирина Романова, Вадим Сверидонов. Подробности. Телеканал Интер. Громкое заявление от нардепа Сергея Каплина. Он утверждает, что премьер Яценюк и глава Минэнерго Дим Чишин финансируют террористов. Об этом депутат написал в своем обращении, которое сегодня подал в Генеральную прокуратуру. Он требует немедленно начать следствие. Речь идет о закупке госкомпании Укринтерэнерго угля с оккупированных территорий на сумму более 50 миллионов гривен. Каплин предполагает, что на эти деньги боевики ДНР и ЛНР закупают оружие и военную технику. И снова к ситуации на востоке Украины. Самой горячей точкой на Мариупольском направлении остается село Широкино. Вчера боевики обстреляли его рекордное с начала перемирия количество раз, а сегодня там побывала наша съемочная группа. Окраины Широкино. Пользуясь временным затишьем, военные пустили туда журналистов. Двигаемся рывками. Открытые места пересекать приходится бегом, потому что они простреливают и, как нам говорят военные, работают снайперы. Изрешеченные дома, повсюду воронки. Старые и очень много свежих. Накануне боевики выпустили по селу Широкино рекордное количество снарядов и мин. Довольно-таки напряженные. Сепры вооружение свое не увели. Есть разрывы от 152. Ребята на блиндажах вылезти не могли. То есть, голову, ну, даже голову не могут поднять, посмотреть, откуда работает, потому что очень плотный огонь ведется. И осколками бывает, ну, даже осколки, пыль, вообще ничего в блиндаже не видно. Оперативная ситуация постоянно меняется. Вот наша разведка засекает движение подозрительного автомобиля внизу, в селе. По информации разведчиков, сюда, в Широкино, боевики перебросили подразделение полевого командира боевиков «Моторолы». Их задача не дать здесь перейти конфликту в такую, скажем, взялотекущую форму, или вообще какие-то формы, чтобы вообще не было огня. Это их непосредственная задача. Наличие «Моторолы» в этом секторе является дестабилизирующим фактором. В условиях поддержания любых договоренностей, минских, еще каких-либо. Его задача от его прямых начальников и командиров не дать здесь успокоиться обстановке. Нагнетать ее. Вскоре начинается стрельба на дальних позициях. Все, уходим. Потом подключается миномет. Становится небезопасно. Приходится уносить ноги. Оборона Широкина продолжается. Руслан Смещук, Вадим Ревун. Подробности телеканал «Интер». И о том, как развивались события ближе к вечеру, мы узнаем у Руслана Смещука. Он с нами на связи. Руслан, здравствуй. Тебе слово. Расскажи, что известно. Наталья, ну вот на данный момент Широкина относительно спокойно, относительно. Это значит, что большие калибры массово не используются. Хотя после нашего отъезда из поселка боевики как минимум два раза открывали огонь из 120-мм минометов. Но, слава богу, обошлось без жертв. И сегодня же в Мариуполе прощались с 41-летним бойцом батальона нацгвардии «Донбасс» Константином Малухиным. Киевлянин, он погиб в Широкино в субботу, 25 апреля, во время вражеского артиллерийского обстрела позиции украинской армии. Он был действительно патриотом. Патриотом Украины, любил свою страну. Был бы жальный до ворогов. Николай не ховался, постоянно был бы на передовине. В том самом Широкино, мы уже разом с ним больше двух месяцев. Константина Малухина похоронят в Киеве, там у него осталась семья и дети. Наталья. Спасибо, Руслан. Руслан Смещук с последними новостями из Мариуполя. В Израиле представили самые перспективные бизнес-проекты в военно-промышленном комплексе. Что может пригодиться Украине, расскажет Сергей Ауслендер. Он в Иерусалиме. Весьма известная международная консалтинговая фирма «Фрост энд Салливан» опубликовала список из десяти израильских стартап-компаний, разрабатывающих военные технологии. Причем большую часть этих технологий израильская армия уже использует, проверив их на деле во время последней войны. Вполне вероятно, что такие разработки пригодились бы и украинским военным. Например, способ обнаружения минных полей по данным аэрофотосъемки. Такой с успехом применяется, например, в Анголе. Или другая стартап-компания, которая разрабатывает малые беспилотные автомобили для систем охраны и наблюдения. Такие израильская армия использовала для прочесывания тоннелей террористов во время боевых действий в секторе газа. Мы не можем соперничать с крупными производителями, например, самолетов, танков или артиллерии. У нас нет таких ресурсов. Но вот в области технологий, особенно двойного назначения, мы сильно опережаем конкурентов. Это технологии, которые можно использовать и в мирной жизни, и на войне. Надо сказать, что кое-что в Украине все же внедряют. Так, например, во время чемпионата мира 2012 использовали технологии, обеспечивавшие безопасность персональную и общественную. Но, конечно, сейчас Украине в нынешних условиях было бы гораздо интереснее получать именно военные разработки. Например, технологию, которая совмещает человеческое зрение и компьютерные алгоритмы. Это позволяет бойцам визуально прочесывать поле боя и очень быстро и четко определять цели. Кажется, что это вроде как из области фантастики, но на самом деле все эти разработки курируют израильские военные, которые, как известно, не вкладываются в неперспективные технологии. Одна беда. Министерство обороны Израиля пока блокирует поставки на Украину любых технологий, боевых технологий и вооружений. Фактически, Тель-Авив экспортирует в Киев только некоторые виды снаряжения, например, разгрузочные жилеты. Этот запрет действовал как своего рода ответный шаг на непоставки России комплексов С-300 Ирану. Но после того, как недавно президент Путин отменил это эмбарго, вполне возможно, Израиль тоже пересмотрит свое отношение к конфликту на Донбассе. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Более 4 тысяч погибших и 7,5 тысяч раненых. Это не окончательные данные. Непал, переживший самое мощное землетрясение за последние несколько десятков лет, принимает помощь со всего мира. Там находятся более сотни украинцев. Со многими из них нет связи. Что делает наш МИД для их спасения? Подробнее наши корреспонденты. Вторая ночь под открытым небом. В Катманду разбиты палаточные городки для оставшихся без крова. Люди боятся новых толчков. Больницы переполнены, не хватает места для хранения тел погибших. В магазинах и на заправках очереди. Я был в номере отеля на четвертом этаже. Когда начало трясти, почувствовал себя беспомощным. Все падало, мебель, посуда. Когда я понял, что могу двигаться, сразу же выбежал на улицу, иначе бы погиб. Очень много пациентов с тяжелыми травмами головы, грудной клетки, ампутацией конечностей. Спасатели работают круглосуточно. Под завалами еще могут быть живые люди. Работы хватает разбирать завалы, расчищать дороги, чтобы медикаменты и продукты можно было доставить в труднодоступные районы. В Непал прилетают спасатели со всего мира. Соединенных Штатов, Индии, Китая, Израиля и других стран. Мы прилетели с собаками, будем искать людей под завалами. Полный масштаб разрушений до сих пор неизвестен. Но то, что количество жертв будет расти, власти не скрывают. Многих сел просто уже нет на карте. Их буквально похоронили оползни. Работу усложняют перебои с электричеством и мобильной связью. Только по предварительным подсчетам на восстановление инфраструктуры нужно 5 миллиардов долларов. Землетрясение магнитудой 7,9 балла с эпицентром между столицей Катманду и городом Пакхара стало самым мощным за последние 80 лет. Подземные толчки вызвали лавины в непальских Гималаях. В горах как раз начало сезона восхождения альпинистов. В базовом лагере Эвереста в момент схода лавины находилось около тысячи человек. Пока известно 18 погибших. Майкл Четтон – документалист из Нью-Йорка. То, что остался жив, иначе как чудом не называет. Мы были в лагере, когда услышали страшный грохот, а потом снег со льдом начал просто надвигаться на нас. Я успел крикнуть всем вниз, упасть и накрыть голову руками. На момент землетрясения в Непале находился 161 украинец. Это данные украинского МИДа. 85 еще на связь не вышли. Польский самолет взял четырех наших соотечественников в Дели. Украина тоже готовит свой борт. Мы обратились к большинству стран, которые так же эвакуируют своих граждан, чтобы они нам дали помощь в эвакуации. На западе страны, на границе с Индией, сегодня было зафиксировано новое землетрясение. Менее разрушительное. Сейсмологи не исключают, что в ближайшую неделю жители Непала могут пережить еще несколько мощных толчков. Ольга Головина, подробности, телеканал Интер. Самые пожилые молодожены, самая маленькая Библия и самый спасительный рингтон. Об этом не только в нашем обзоре. Как бороться с российскими шпионами, учат шпионов британских. Сотрудникам секретной разведслужбы Ми-6 разослали инструкции на случай контакта с российскими агентами. Британцев предупредили, россияне могут вербовать любыми способами. От подкупа до запугивания и шантажа. По данным Ми-6, в Великобритании сейчас находится рекордное количество российских шпионов со времен Холодной войны. Отчим Ким Кардашьян и олимпийский чемпион по десятиборью Брюс Дженнер объявил о смене пола. 65-летний американец впервые появился в женской одежде на телеканале ABC. Он рассказал, мол, всю жизнь жил с душой женщины. И, наконец, решил открыто об этом рассказать. Менять внешность Дженнер начал перед расставанием с матерью Кардашьян. Он удалил адамово яблоко, отрастил волосы и стал принимать гормональные препараты. Самую маленькую в мире Библию представили в Музее Израиля в Иерусалиме. На кремнеевом чипе кубической формы с размером грани 4,76 миллиметра поместились все 27 книг Нового Завета. В книге более миллиона букв. Прочесть их можно при помощи микроскопа, который увеличивает исходный текст в 10 тысяч раз. Огнемет против водомета. В соцсети взорвал ролик с весьма рискованным экспериментом пожарных. Они решили столкнуть две стихии и проверить, какая сильнее. Первая попытка оказалась неудачной. А вот во второй битве вода победила. Где снято видео, неизвестно. Однако, судя по репликам пожарных, дело было в России. Спасительный кряк. Американский пожарный спас шестерых утят благодаря рингтону на мобильном. Пернатые упали в водосток. Чтобы успокоить перепуганных птенцов, Коди Кнехт включил на телефоне звуки крякающей утки. Спасательная операция продолжалась несколько часов, после чего все утята воссоединились с мамой. Британцы Джордж Кирби и Дорин Лаки могут стать самыми пожилыми молодоженами мира. Ему 102, ей 91. Пара вместе уже 27 лет. На День Святого Валентина Кирби сделал возлюбленные предложения. Жених признается, на колено не вставал, побоялся, что потом не сможет подняться. Свадьбу назначили на июнь, когда Джорджу исполнится 103. Ну а самым богатым человеком Великобритании стал выходец из Украины. В ежегодном рейтинге миллиардеров Sunday Times первую строчку занял уроженец Одессы Леонид Блаватник, или как его еще называют Лен Блаватник. Он эмигрировал в США в 1978 году, до сих пор проживает в Нью-Йорке. У Блаватника широкий спектр финансовых интересов Великобритании, от нефти до образования. Сейчас его состояние 20 миллиардов долларов. Кроме прочего, он глава компании Warner Music. На студиях этого концерна записывались Мадонна, Шер, Ледзеппелин и Металлика. Всего в списке миллиардеров 117 человек, почти все они живут в Лондоне. Ну и там же в Лондоне, в британском парламенте, впервые в истории может появиться трансгендер. О перевоплощении мужчины в женщину и политическом любовном треугольнике. Светлана Чернецкая из Лондона. Предвыборная гонка с перчинкой. Самый откровенный и самый необычный кандидат в британский парламент баллотируется в округе Вэссексе. 37-летняя Зоя О'Коннелл, член партии либеральных демократов. Не скрывает, что когда-то была мужчиной, имела жену и троих детей. Кардинальные изменения в ее жизни начались 10 лет назад. Развод, перевоплощение в женщину и новые любовные увлечения. Точнее, сразу два. Сейчас Зоя живет с двумя любимыми дамами. Но даже не это самое неожиданное. Одна из подруг кандидата, Сара, до недавнего тоже была мужчиной. И мужем Сильвии, еще одной участницы любовного треугольника. В общем, из трех женщин только Сильвия родилась девочкой. И нюансы этой, мягко говоря, необычной частной жизни не просто не скрываются, но и афишируются. Мол, в продвинутом обществе интимные предпочтения не должны мешать политической карьере. Неизбежно, хочу я этого или нет, когда пройду в парламент, займусь вопросами ЛГБТ-сообщества. Я хочу, чтобы трансгендеры не считались отклонением от нормы. И буду продвигать эту идею. Аналитики пытаются понять, почему либеральные демократы выдвинули такого, откровенно говоря, слабого кандидата. При всей толерантности и терпимости британского общества, эта нетрадиционная любовная история не нашла отклика в сердцах избирателей. Разве что либдемы изначально понимали, что в этом округе им ничего не светит. Вот и поставили трансгендера, чтобы подчеркнуть свою лояльность к гей-сообществу. Главным противником О'Коннелл на округе является один из парламентских старожилов, опытный политик-консерватор Джон Витингдейл. Украинцам он тоже известен поддержкой нашей страны. И по всем прогнозам Витингдейл в очередной раз получит поддержку британцев и место в парламенте. Светлана Чернецкая и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности Юэй. Я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok